МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аня изнутри наблюдала за всем этим процессом. Также ситуацию прокомментирует Сандро Кириак, блогер, активист, общественный деятель и тоже житель Судака. Аня, ну первый вопрос тебе. Ты отрабатывал уже не одно такое выездное совещание по админтеррору. Проблемы Судака, они чем-то отличаются от проблем других регионов Крыма? Или везде одно и то же? Вот глава республики, каждое совещание практически отмечает, что вопросы типичные для каждого региона. Вот мы ездим из города в город, из города в город, и проблемы повторяются. Большая часть это очереди в поликлинике, это проблемы ЖКХ, это недопонимание с управляющими компаниями, это санитарное состояние города. Но зачастую проблемы такие, которые решаются, могут решиться без вмешательства главы республики. Ну, на мой взгляд, легко. Те же урны, которые не хватают по Судаку. Ну и вопросы, есть ли люки во дворах или нет. Софья, ну, насколько я знаю, вы большую часть жизни прошли в Судаке, да, у вас сейчас родные там, и вы регулярно приезжаете. Но насколько местные жители относятся к нынешней администрации? Стоит ли вообще, наверное, принимать радикальные меры к ним? Или все-таки дать условно второй шанс? Ну, как сказать, что население у нас как бы редко бывает чем-то глобально довольно, так что просто, и все было хорошо. Нет, как бы, то есть есть, конечно, у людей недовольство. Но сказать, что как бы администрация работает из рук он плохо, нет. Как бы, ну, я бы так не сказала. Ну, как бы, в силу с тем, что я вижу, да, как работают. То есть администрация от Бекина старается взаимодействовать с населением. Наверное, не всегда получается. Наверное, они не всегда друг друга понимают. Но, как бы, я думаю, что вот администрация в нынешнем составе, у них, как бы, есть шанс, это уже сработанная команда. Поэтому я думаю, что, как бы, они далеко не худший вариант. Странно, не понимают, учитывая, что люди живут в одном городе, имеют одни и те же проблемы, но, к сожалению, не понимают. Я думаю, стоит спросить еще одного жителя Судака, Сандро Киряк, блогер, известный судакский активист, общественный деятель. Сандро, добрый вечер. Вот сами жители Судака, они как относятся к нынешнему руководству? Недовольны, довольны? И стоит ли вообще, в случае чего, менять шило на мыло? Я даже не понимаю самого вопроса, потому что вчера, во-первых, это не обсуждалось. То есть, не давал оценку администрации как таковой, но не было как-то подобных вопросов. Не знаю, у меня лично, лично мои отношения вполне нормальные. С той же самой администрацией, главой администрации с Андреем Некрасом. Мы старые добрые друзья, я могу позволить себе называть его на «ты». Мы старые друзья, мы дружим больше 10 лет, поэтому вполне нормально. Остальных я многих тоже знаю с детства, поэтому здесь такое отношение. Смотря как судить, понимаешь, по человеческим или по профессиональным качествам. Если по полупрофессиональным, это уже дело главы, это уже дело совета министров и дело тех, кто их туда назначал. А по человеческим качествам вполне нормальные люди. Сандро, ну здесь одними человеческими качествами сыт не будешь. Вот какие, в принципе, проблемы наиболее острые для судака на сегодня есть? Саш, вот вчера эти проблемы обсуждали в течение пяти часов, насколько я понимаю. Я там в зале не был, хотя очень хотелось бы присутствовать. Я надеюсь, что я попрошу возможности присутствовать следующий приезд Сергея Валерьевича Аксёна вот нам в город Судак. Потому что хотелось бы быть очевидцем подобных событий. Но я бы хотел поговорить с тобой о том, что там была наконец-то озвучена ситуация со свалкой в Кизилташе в Краснокаменьке. Вот это я считаю стыкнательным событием. И отдельное спасибо, что ваш телеканал снял несколько сюжетов. Вы это показали в эфире. И это очень хорошо. Я знаю, что там был министр ЖКХ, за что я ему честно скажу по-человечески. Просто респект и уважок. И я надеюсь, что там будет что-то наконец-то делаться в серьезном формате. Почему я имею право об этом говорить? Я 10 лет информационно сопровождаю деятельность нашей православной общины и Кизилташского мужского монастыря в том числе. Я достаточно часто бываю в Кизилташе и часто бываю в воинской части Росглазии, которая там расположена, часто проезжая по этой дороге. И несколько раз подряд, три года подряд, мы ходим крестным ходом в Судакавке, в Кизилташ, мимо этой свалки. Там же проезжают туристы. Они все это видят. Это все продолжает, насколько мне известно, по неподтвержденным данным. Но есть информация от жилов города. Эта свалка располагается там с 1968 года. То есть более полувека. И ситуация сложилась таким образом, что географически она располагается в 5-й сельском районе. Но пару лет назад, летом, там в Кизилташе был эпицентр мощнейшего ливня, известного августовского ливня. И вот часть этой свалки смыла по ущельцу вниз. Большую часть смыла. Там на сотни метров, а может быть и на пару километров вниз. Да, Сандро, мы помним эту ситуацию, помним. Но уверены, что все-таки действительно эти проблемы будут решаться, в том числе и благодаря усилиям нашего телеканала. Я благодарю тебя за комментарий. Успехов. Ну и переходим, наверное, к обсуждению других проблем. Ань, вот говорят, что слишком мелочные вопросы задают я сейчас не только о Судаке, да, о выездном заседании в Судаке, но и вообще о крымских городах, о районах, что приезжает глава, да, руководитель, в принципе, большого региона. А ему задают какие-то действительно вот из разряда там вопросов, которые может решить... Почему фотографируются с собаками? Да, даже не глава администрации, а просто даже чиновник там рангом куда ниже. Может, стоило бы, допустим, местным активистам, общественникам, кто принимает в этом участие, обратить внимание на более глобальные проблемы? Может быть и так. Даже сами жители, когда задают подобные вопросы, они извиняются перед этим, перед главой республики, что приходится такие вопросы выносить вот перед Сергеем Аксеновым, и ему их решать. Тот же люк. Такой же вопрос, можно ли фотографироваться с животными или нет, почему это происходит до сих пор. Ну, живодерское отношение и в Судаке это очень распространено, когда выходит... Курортный город. Да, и фотографируется. Еще одна проблема для курортного города, которую озвучили, это лежаки. Пляжи свободные, туда бесплатный проход, но они все заставляются лежаками, и просто человеку негде не положить ни подстилку, ни плед, просто разложиться, не заплатя за это деньги. Я думаю, такие вопросы должны решаться на уровне администрации, но такие еще мелочные вопросы, они, мне кажется, обращают внимание и на работу, соответственно, администрации. Если их задают, значит, они имеют место быть. Значит, администрация не дорабатывает, по мнению и горожан, и мне кажется, это справедливо. Слушай, меня, кстати, тоже этот вопрос насчет лежаков заинтересовал. Это характерная, наверное, проблема для всего полуострова, во многих крымских городах, да и поселках тоже это практикуется. Но те люди, которые сдают лежаки в аренду, с утра сразу занимают, расставляют свои лежаки, а потом вроде как требуют деньги. Такой себе легальный рэкет. Но Судак, небольшой город, да, абсолютно небольшой, все друг друга знают. Неужели местные жители не понимают, от кого это все исходит, кто руководит этим процессом. Неужели нельзя эту проблему решить вот даже между собой? Ну, вы знаете, люди расставляют же на пляже шли лежаки не просто так, это же не приходят посторонние люди, расставляют лежаки. То есть это расставляют люди, которые взяли эти пляжи в аренду за то, что они его облагораживают. И наверняка есть какие-то нормативы от и до, да, то есть есть какие-то максимальные и минимальные нормы. И я думаю, что в связи с тем, что на это обращают внимание, это проблема не только Судака, это проблема Ялты и многих пляжей. Я думаю, что если обращать на это внимание, действительно об этом надо говорить, это не мелочная проблема. Пляжи это вообще основное, зачем у нас люди едут в Крым. Это не мелочная проблема. То есть если на это обращать внимание, я думаю, что вместо того, чтобы давать им возможность ставить лежаки на максимальную норму, ее сократят до какой-то минимальной. И я думаю, это правильно, так и должно быть. Потому что это довольно хороший заработок, с учетом того, что они облагораживают на минимум, зарабатывают максимум. Ань, ты вот когда отслеживаешь все эти мероприятия, я имею в виду выездные заседания Совета Министров, если это админтеррор, Симферополь, Феодосия, Ялта, большое количество уже городов и поселков, районов объездили, и ты потом мониторишь те изменения, которые происходят в отработанных регионах? Существуют или, по сути, приехали, поговорили, неделю пожили нормально, а потом все заново так же? Мы наблюдаем, потом тоже выезжаем, смотрим, что изменяется, что нет. Но зачастую изменения, когда происходят, когда начинают говорить, что опять туда отправляется выездное совещание. И вот по итогам совещания, которое прошло в Судаке, Сергей Аксенов отметил, что с понедельника вице-премьер крымского правительства Юрий Гоценюк отправляется по городам, где уже были выездные совещания по проблемным вопросам. Они смотрят, что было изменено, какие поручения были выполнены, но это будет не конечная точка. Сергей Аксенов лично после ЕМФ объедет эти города, и уже, как он сказал, будет конкретное решение, и по 10 раз ни за кем бегать он не собирается. По сути, дали возможность исправиться. Но, насколько я знаю, в Судак на недельку также отправится и глава Минздрава Крыма. Там действительно наиболее крупная проблема – это поликлиника. Очереди в поликлинику. Софья, действительно настолько сложно попасть? Действительно приходится выстаивать километры очередей в течение нескольких часов? Есть, есть там проблема. А что, не хватает персонала, докторов, инфраструктуры? Докторов не хватает. Состав врачей нашей Судакской больницы, по большому счету, очень много пенсионеров. Потому что маленькие зарплаты, люди, когда врачи, которые приезжали с материка, люди приезжают, им негде жить. Ведь аренда в курортном городе, вы понимаете, это очень специфическая вещь. То есть дается от сезона до сезона. То есть ты можешь снять в октябре, пожить до мая, и тебя все равно выселят. Естественно, с зарплатой бюджетной врача в маленьком городе, эти люди, которые приезжали сюда на волне патриотизма, которые хотели с севера приехать на море, люди уезжают. Эти врачи работают, смотрят на это все и уезжают. Потому что у них просто, они не выживают на эту зарплату. То есть нет возможности. И, конечно, есть состав и с врачами, и с количеством врачей. И, соответственно, тогда очереди и талончики, и все остальное. Ань, ну вот также Сергей Аксенов анонсировал, что будет распространять фейковые новости о своих поездках по регионам. Для того, чтобы, по сути, держать в тонусе глав администрации. Он ответил на комментарии местных жителей, которые сказали, вот к вашему приезду помыли все автобусы, подмели дороги, все так чисто стало. И он сказал, все, теперь каждый день буду публиковать, еду в Судак или там еду еще в какой-то город. Но действует на... Жалко, что действует вот на такое маленькое количество времени. И я повторюсь, вот эти вопросы, которые поднимаются, они могут... Их может решать администрация с теми лежаками, с теми же урнами. Это не уровень главы. Вот, например, вопросы водоснабжения или каких-то глобальных вопросов, которые тоже есть в Судаке, вот это, я думаю, уже может лечь на плечи правительства. А вот эти вопросы, ну, в силах решить местная администрация 100%. Да, по сути, генерал едет, давайте траву красит, да, что-то из этого разряда. Действительно, это до смешного доходит, Софья. Но вот если говорить, вы 15 лет прожили, да, в Судаке? Я всю жизнь... Ну, как бы я родилась там, как бы и жила, потом уехала учиться, уехала в Симферополь. Но я все равно там бываю очень часто. Ну, тем четче, наверное, те изменения, когда ты периодически приезжаешь в город, тем четче виднее те изменения, которые происходят в нем. Вот какую оценку вы можете дать? Плюс, минус и, в принципе, в каких областях? Ну, город развивается, однозначно, как бы развивается, как бы, то есть даже в сравнении с другими какими-то регионами, как бы не самыми худшими темпами. То есть, ну, как бы я не могу сказать, что все прям глобально плохо. Я не вижу какой-то глобальной, скажем, масштабной застройки, да, например, какой-то неконтролируемой, этого нет. То есть, администрация, кстати, довольно успешно борется с незаконной застройкой. Они активно сейчас занимаются с тем, что, как бы, есть гостиницы на ИЖС, да, они это инспектируют, как бы, то есть, ну, на самом деле, как бы, они работают, как бы, во многих направлениях, но как, у нас такой менталитет, все медленно раскачивается. Пять лет мы все еще, как бы, переходим из Украины в Россию до сих пор, как бы, будем приходить еще лет десять, я так чувствую. Вот, поэтому, как бы, ну, очень много нюансов, как бы, то есть, ну, такой менталитет, ну, как мастер русского рывка, вот при таксенов, все все сделают быстренько. Да, ну, надо отметить, что вот такого рода переход сопровождается большим количеством уголовных дел, в которые вовлечены в том числе и чиновники уже крымского уровня, да, если говорить о судаке, то один в бегах другого за взятку, тоже, да, кстати, весьма показательная картина. Ань, если говорить, в принципе, о кадровой составляющей, что это, на твой взгляд, это полное несоответствие, отсутствие профессионалов, да, или нежелание работать, вот в ситуациях, когда действительно необходимо применять админтеррор? Ну, мне иногда кажется, что приезжаешь в город, и они думают, что вот проблемы, они, город сам живет своей жизнью, и вот проблемы сами решатся, но не решатся они так. Я думаю, подобные и жители отмечают, что подобное совещание обратят внимание чиновников, либо они вообще покинут свои должности, либо они все-таки задумываются, начнут работать до такого уровня, чтобы не стыдно было и жителям, и тем, кто приезжает сюда. Еще обидно, что говорят, мы решим эту проблему до курортного сезона, но там же живут люди. До какого именно, да, я думаю, курортных сезонов много. Да, именно тоже. Даже та же проблема со свалкой на Кизилташе, там были наши съемочные группы, не один раз, 17,5 тысяч кубов, в лесу, прекрасная природа, но вот эта свалка, это что-то страшное, невероятное. И долгие годы не могли решить, феодосия это или судак. Ну вот нежелание, кто уберет, или разбирательство вот такого рода. И теперь эту свалку, скорее всего, убирать не смогут, потому что 17,5 кубов это очень много. И Минжекаха говорит о том, что, скорее всего, рекультивация. Софья, но с другой стороны, легко критиковать даже какие-то там мелкие недочеты, но тем не менее, да. А вот блогеры, в том числе и в вашем лице, да, пишут, постят, размещают какую-то информацию, ругают чиновников, политиков, да. Но, с другой стороны, если вы, ваши коллеги, такие умные, обладая знанием, опытом, может, подскажете, как решить эти проблемы? Как решить работать? Как работать, работать над этими проблемами. То есть в Судаке как бы масса проблем, которые именно работают. То есть у нас есть районы, в которых нет дорог. Как бы есть, как бы, ну, ПЗЗ уже сделали, как бы. Вот, как бы есть, ну, как бы у нас есть аквапарк, да, масштабный, где, как бы, то есть там, ну, грубо говоря, то есть такой гостиничный регион, в котором просто нет дорог. Люди приезжают, снимают, как бы, дожди, это такое Судак, это глинистая местность. И люди, как бы, которые снимают дорогие номера, идут потом на море по грязи, как бы. То есть это, ну, как бы, одна из, как бы, таких основных проблем, мне кажется, вот эти районы с дорогами, как бы, то есть приведение в соответствие, как бы, скажем, ну, вот те же мусорки, да, как бы, то есть, ну, за последние годы облагораживали. То есть Судак, как бы, еще там, скажем так, 10-12 лет назад, он был прям совсем деревня. То есть его сейчас хотя бы более-менее приводят в чувство. А так, ну, как, постепенно, да, как бы, видеть проблемы, слышать население. Население, которое... Ну, слышат население? Вот вы, как блогер, размещаете, постите, обращаете внимание на проблемы. Вас слышат? Ну, в каких-то моментах, да, в каких-то моментах нет. Как бы, ну, все как везде. Ань, ну, по крайней мере, журналистов еще слышат, да? Вот... Не приходится нам отвечать. Потому что они очень удивились, когда вышел главврач поликлиники, и я говорю, нам нужна съемочная группа, чтобы ее пустили туда обязательно. Он говорит, ну, я сейчас поеду, мы вместе зайдем. Я говорю, нет, они уже там. И на четвертом этаже, да, я говорю, да, это как раз четвертый этаж, жительница говорила, что там разруха и все очень плохо. И он развел руками, такой, ну, все, ну, не успел. Как-то так. Ну, хорошо, у нас вот объективно различных институтов, ведомств, огромное количество, да, чиновники различного ранга, структуры всевозможные. А вот, наверное, даже больше, чем нужно этого количества. Но вопрос в том, как заставить работать этих людей. И можно ли их, в принципе, заставить работать, если эта работа не приносит им какого-то удовольствия, если они не готовы работать, то какой смысл в их вообще нахождении на должности в том или ином кризисе? Да, я думаю, только диалог с жителями. И мне, кстати, показалось, что в Судаке все-таки было мало жителей на этом совещании, потому что в Евпатории и в Керчи их было больше. А вот говорили, что, мол, специально там какие-то списки составляли у людей, которым, мол, можно приходить туда и задавать вопросы, о котором нельзя. Вот, Софья, вы как местные жители что-нибудь подобное слышали? Нет, на самом деле не слышали. Ань, существует какой-то вот порядок отбора? Или, в принципе, любой желающий может прийти и задать вопрос главе? Ну, я заходила, самая первая туда, в зал заседания. Но так говорят, что пускают, кто приходил, пускали всех. Но когда я подошла заходить только в администрацию, мне сказали, сегодня приема нет. Я говорю, я журналист. Да-да, проходите. То есть все-таки... Перестраховываются, да, где-то. Да, перестраховываются, чтобы не было перебора этих людей. Но людей мне показалось было мало, правда. Потому что и Сергей Валерьевич говорит, я могу работать дальше, я вас выслушаю дальше, а вопросы уже закончились. Просто жителей, правда, было мало. Ну, на мой взгляд. Ну, вот личный точечный контроль ситуации, если мы говорим о главе республики и его вице-премьерах, которые принимают участие в выездных заседаниях в городах или районах республики, в случае необходимости применения этого админ-террора, на какое-то время помогает, а потом все по-старому? Вот, искать новую команду, это же тоже сложно. И чтобы, даже как и у Садака, я понимаю, многие проблемы достались в наследство. Это тоже сложно, но, я думаю, необходимо. Наверное, рецепта правильного нет до конца. Вспоминая комментарий Сандро, да, он говорит, что, отзываясь о нынешнем главе Садака, говорит, что адекватный человек, приятный, хороший, все прекрасное там и прочее, прочее делает для города. Но одно дело межличностные отношения, да, когда ты знаешь человека, когда живешь с ним в одном городе, а другое дело его профессионализм, понимание не только проблем, но и возможности их решения. Вот в этом случае, учитывая, что Судак, регион небольшой, у вас как, как небольшая деревенька, можно подойти, как бы вот так вот лично сказать, мол, там, Толя, Вася, Гена, давай вот на это обрати внимание, или тяжело пробиться? Ну, во-первых, как бы не тяжело пробиться, как бы, во-вторых, как бы, сегодняшний глава администрации, он местный, он всю жизнь там прожил, как бы, то есть он понимает, как бы, проблемы. И я, например, ну, вам честно, как бы, я сталкивалась с сотрудниками Судакской администрации, я не могу сказать, что такие, ну, как бы, это глобальные, непробиваемые люди. Люди работают и стараются, как бы, и во многом, ну, как бы, во многом стараются. Может быть, не во всем у них получается, когда я говорю, что есть, например, недопонимание, да, с населением. Как бы, это не связано с тем, что, как бы, ну, чиновники закрыли за ним двери и забыли. Как бы, связано с тем, что, да, как бы, ну, я вам, как бы, скажу, что во многих сферах в Крыму, как бы, с законодательством, с переходным периодом, до сих пор во многих проблемах нет пути решения истыковки законодательства. И есть, как бы, на самом деле, есть администрации, которые просто этим не занимаются, а есть, которые методом проб и ошибок пытаются это делать. Как бы, скажем так, на примере Судакской администрации, я знаю, есть моменты, где они реально это делают. Как бы, они, ну, неравнодушны, как бы, стараются. То есть, конечно, наверное, не все получается, но стараются. Ань, ну, вот, систематические встречи с общественниками, да, не только с общественными деятелями, но и активными гражданами, которые действительно готовы приходить, озвучивать проблемы, начиная от вот таких мелких и заканчивая достаточно глобальными и характерными для, наверное, многих крымских регионов. Диалог, он достаточный. Я имею сейчас в виду не диалог общественников и главу региона, а вот общественников. Потому что, вот, глядя на это совещание выездное, зачастую, вот, есть три стороны. Сторона обвинения в виде местных жителей и общественников, которые приходят и говорят, Сергей Валерьевич, а вот этот вот не делает это, да? Судья в виде Сергея Аксенова и ответчик в виде чиновников или представителей администрации, да? И вот контакт есть между глава и общественники, есть контакт между стороной обвинения, да, по сути, и судьей, но нет контакта между местными жителями, если им необходим посредник в виде главы республики для прямого общения. Тут еще стоит отметить, что, как даже говорил Сталин, у каждой проблемы есть имя, отчество и фамилия. Я думаю, чтобы вообще таких ситуаций не возникало, за каждую сферу должен быть отвечающий человек, который будет отвечать и перед главой республики, и перед гражданами. Этот диалог, ну, если сравнивать Судак и остальные города, в каждом по-разному. Вот в Керчи, допустим, было много жалоб на то, что администрация не принимает людей. В Судаке они извинялись за то, что им приходится, что главе республики приходится выступать посредником, но говорят, что слушают, но не изменяется пока. Вот до такой степени, ну, такие комментарии были. Может быть, будут слушать больше, принимать больше. И вот, как мне на входе говорили, сегодня приема нет, уже не скажут. Ну, будем надеяться на то, что чиновники будут открыты для местных жителей всегда, и все-таки научатся не только слышать людей, но и, наверное, сотрудничать с ними и сообщать, решать общие проблемы. Я благодарю вас, дамы, за беседу, зрители, за внимание. Увидимся с вами на следующей неделе в прямом эфире программы «Вечер лайфа» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова